всем привет а сегодня у нас необычный выпуск для моего канала мы такого еще не снимали поэтому я абсолютно не знаю получится ли у нас что-нибудь но буду прилагать все усилия для того чтобы результат все-таки оправдал ожидания ну а теперь к теме сегодняшнего видео а называется она очень просто идеи сервировки новогоднего стола но сразу хочу оговориться прямо уж таких общепринятых атрибутов нового года я использовать в оформлении стола наверное не буду объясню почему потому что я бы хотела чтобы это видео было полезно не только тем кто собирается декорировать свой стол в новый год но еще и в любой другой праздник поэтому я бы хотела сделать оформление более нейтральным но все-таки с небольшим намеком на новый год а я элиза вы находитесь на канале просто дизайн здесь я буду с удовольствием делиться с вами процессом ремонта расскажу о покупках для дома а также обо всех трудностях с которыми мы столкнулись превращая безжизненное пространство квартиру мечты мне будет очень приятно если вы подпишетесь на мой канал ну что начинаем и так что у нас дано стол длиной практически 3 метра и шириной метр двадцать чтобы вы понимали потому что я не знаю насколько камера передает реальные габариты этого стола но он просто огромный вот реально он гигантский ну то есть наверное стол таких размеров можно встретить разве что в каких-то общественных местах потому что мало в какой квартире поместится просто такая махина и к сожалению задекорировать такой большой стол очень тяжело потому что это вам знаете ли не маленький столик где поставил вазочку свечку и уже красиво здесь из-за вот таких огромных габаритов любой декор выглядит очень мелко и непропорционально размером поэтому мне нужно будет очень постараться чтобы все таки все выглядело гармонично и органично ну что же мои умелые ручки надеюсь мне в помощь а также взгляд моего оператора и благо у нее прекрасный вкус поэтому вот такой вот небольшой команды из двух человек надеюсь мы сотворим что-то очень симпатичное друзья а теперь немножко о подготовке к этому видео казалось бы ну что еще нужно кроме стола и посуды но не тут то было готовились мы к этому ролику очень давно естественно заранее закупался реквизит красивая посуда скатерть даже столовые приборы я полностью купила новые красивые наряды для того чтобы порадовать вас красивыми кадрами но не только посудой и приборами мы заморочились а еще и купили торт фрукты и даже детское шампанское в общем чего не сделаешь ради вас и ради того чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал и и а теперь новая рубрика казусы с озон никогда такого не было и вот опять в общем рассказываю какая неприятная ситуация произошла с нами совсем недавно на просторах озон нам нужны были столовые приборы но к сожалению стандартный набор включает в себя 6 персон для нашей семьи это слишком мало потому что к нам часто приходят в гости там бабушки дедушки в общем нам нужно было два одинаковых набора и того на 12 персон и оказалось что найти два одинаковых набора да еще и в наличии это не такая-то легкая задача практически даже невозможная поэтому я довольно таки давно мониторила все магазины и также лично туда приезжала смотрела понравившиеся наборы и вообще нравится ли мне что-нибудь потому что почему-то мне нравилось очень очень мало всего вот но в итоге я определилась с маркой марка это довольно таки дорогая называется на хердмар это по-моему португальский бренд и мне приглянулись одни определенные приборы в универмаге стокман но к сожалению в наличии было всего лишь одна упаковка и второе не было и не предвиделось и соответственно я пошла на просторы озон для того чтобы найти точно такие же приборы возможно где-то в другом месте и заказать их и что вы думаете ну конечно же я нашла там эти приборы они были немножко дешевле чем в официальном магазине оффлайн и меня это не смутило потому что но я уже привыкла к тому что зачастую онлайн можно купить в принципе выгоднее чем в офлайн магазинах в общем стоимость одного набора была на тот момент 17 тысяч рублей соответственно два набора нам обошлось в практически там 35 тысяч рублей в общем заказала я и довольная принялась ждать свою посылку и вот когда нам пришла эта посылка к сожалению я это не засняла потому что я была так расстроена что не догадалась взять в руки камеру в общем приборы пришли к сожалению не оригинальные несмотря на то что я очень тщательно отбирала продавцов на озон несмотря на то что у продавца была вот эта галочка что подтверждено озон о том что это оригинальный товар и так далее и отзывы все были очень положительны да и цены в принципе ну довольно таки высокий то есть 17 тысяч за один набор но это не копейки а также там были наборы стоимостью 50 тысяч рублей ну то есть явно продавать китайские поделки за такие деньги но это как бы ну совсем уж ту мать в общем как я поняла что набор не оригинальный ну из-за того что я недавно уже держала этот набор в руках в стокмане я прекрасно запомнила специально где какие названия где вообще как сами приборы лежат в руке какая у них эргономика и к сожалению на приборах с озон этого всего не было там не было гравировок а на каждом приборе от этапа бренда обязательно с обратной стороны должна быть ну должно быть выбито название вот на озоне такого не было и к сожалению но мне пришлось вернуть оба этих набора я написала естественно отзыв продавцу и продавец просто вступил со мной в полемику что я необоснованно его обвиняю еще и такая сика я поставила ему одну звезду что как бы якобы это вообще супер несправедливо вот и что наборы у него оригинальные это я там в чем-то не разбираюсь и так далее но когда я специально съездила в универмаг и сфотографировала то что на каждом приборе есть гравировка и прям приложила к своему отзыву продавец замолчал перестал мне отвечать и как бы ну я не знаю на то мы и сошлись то есть там до сих пор висит мой отзыв люди до сих пор покупают дорогостоящие скорее всего не оригинальные приборы а я продолжаю тихонечко ненавидеть все маркетплейсы из-за того что к сожалению никто не застрахован от того чтобы получить не оригинальный товар поэтому пожалуйста будьте бдительны а сейчас я сделаю вам небольшую распаковку уже оригинальных приборов которые я купила в магазине saint oliver там сто процентов оригинальная продукция и я долго достаточно ждала один набор был в наличии а второй везли из москвы в общем я дождалась и к сегодняшнему ролику вот буквально три часа назад курьер привез оба моих набора ну что давайте посмотрим ну и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я сходила в магазин, докупила реквизит, об этом чуть позже, потратила еще дополнительно деньги и хочу сделать апгрейд своего летнего стола, теперь уже по-настоящему новогодний, что не сделаешь ради вас, поэтому обязательно поставьте лайк. А теперь давайте же посмотрим, что в итоге я докупила. Впокупки я сделала в магазине Stockman. В общем, идея постелить какую-то, знаете, красную скатерть или скатерть в клеточку или вообще там с какими-то снеговиками и елками, ну, естественно, для меня она слишком банальна и я изначально не хотела делать такой, знаете, прям Новый год в лоб. Поэтому все, что я сейчас докупила, оно тоже не прям, прям с такой супер читающейся новогодней тематикой, то есть, в принципе, этот декор можно будет использовать и в другое время года, но все равно такой налет Нового года чувствуется. В общем, я решила не покупать скатерть, а купить вот такие вот красивые салфетки. В общем, они из бархата, очень приятные, такого благородного зеленого цвета, также этот цвет подходит под цвет наших стен, так что, в принципе, покупка хорошая. И я не пожалела, что вот так случилось, что мне пришлось докупить дополнительный реквизит. В общем, стоимость одной салфетки 1290 рублей. Таких салфеток я купила 8 штук, так как у нас стол на 8 персон. Вот. И также хочу отметить, что в Стокман на эти салфетки была скидка 25%. Вот. И также к этим салфеткам я докупила вот такую дорожку, льняную на стол. Ну, то есть, вот. Такого плана. Цвет у нее такой, знаете, интересный, глубокий, синий, даже немножко с каким-то таким оттенком морской волны. В общем, я сама еще не примеряла, поэтому вместе с вами будем смотреть. Также я купила вот такие салфетки в магазине Cue and Land. Я не уверена тоже, что они суперновогодние и не уверена, что они нам в итоге подойдут. Но, на всякий случай, я их захватила уж очень они милые. Свидеть, вот с таким приятным синим рисунком в стиле GJ, но это не GJ, понятное дело. И, кстати, они продавались вместе с новогодними. То есть, все-таки, видимо, магазин считает, что эти салфетки вполне себе новогодние. Вот. И также я заказала на Ozone такую вещь. Это декоративный снег. В общем, мы попробуем стилизовать мои такие летние полевые цветы, которые в том числе выдают мой неновогодний прошлый стол. И попробуем запрызгать их вот этим снегом. И посмотрим, получится ли у нас создать тот самый снежный, снежное напыление. Вот. Ну и будет еще одна небольшая фишечка, которую я добавлю. Ее я покажу уже в процессе. И, наверное, в тот же момент расскажу, что это и откуда. В общем, продолжайте смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в новых роликах И хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками Будьте здоровы, это самое главное Пока-пока!